Всем привет! Меня зовут Алиса. Живу я в Москве. Мне 26 лет, вот скоро будет 27. Я готовлюсь к эмиграции в данный момент, то есть учу язык и делаю еще множество различных вещей, которые помогут мне в, я очень надеюсь, в ближайшие года два, может быть, три, потому что мы все прекрасно понимаем, кто серьезно занимается эмиграцией, что это не делается за полгода. Так вот, я увидела, что на канале Silicon Valley Voice проводится конкурс на видео, и решила таки попробовать и снять. Канал Silicon Valley Voice я смотрю уже, наверное, чуть больше двух лет. Вообще, для себя я решила, что уеду из этой страны еще в 11 лет. Я обычно ставлю такой пример, что когда ребенок 11 лет для себя серьезно определяется, что он не хочет жить в этой стране, значит, что-то действительно не так. И, наконец-то, вот я созрела, я поняла, что, да, я готова двигаться. И два года назад я начала искать информацию различную по этой теме. И попала на канал Silicon Valley Voice сначала, просто почувствовала что-то родное. Вот, знаете, рассуждение, оптимистический такой, склад ума очень... В общем, меня привлекло именно такое вот... Знаете, вот я всегда говорю, что это очень ценно, когда интеллигентность сочетается с незаурядным умом и с позитивным образом донесения своей мысли, то есть с каким-то таким позитивом, знаете, который помогает не только задуматься о каких-то смыслах, о смысле существования, но и двигаться вперед. Вот этим, собственно, меня и зацепил канал. Значит, зацепил меня канал Silicon Valley Voice и держит крепко, не отпускает, да уже и не хочется. Был период, когда было слишком много каких-то жизненных, так скажем, проблем, которых не избежать и которые впоследствии сделали меня сильнее. Благодаря вашему каналу, уважаемый Михаил и Светлана, сейчас вот, да, уже так более активно подключилась. Это просто потрясающая, на самом деле, потрясающая пара, на которую хочется равняться. И вот в эти трудные для меня времена просмотр каких-то видео, да, вот сейчас вот я смотрю философскую тетрадь, и это поразительно, насколько я чувствую себя на одной волне. И каждый раз, когда я посмотрю видео очередное, внутри меня снова, вот знаете, как бывает, когда ситуация складывается таким образом вокруг тебя, что тебя начинают задавливать все вокруг какими-то рамками. Сама жизненная ситуация ровным счётом такова, что не продохнуть. И вдруг возникает что-то, такое, знаете, светило, которое даёт питание тому росточку внутри тебя, тому светлому росточку, который, который, несмотря на весь негатив, начинает пробиваться, вбирать этот свет, затем начинает светиться сам, и затем достигает каких-то таких уже размеров, да, когда ты чувствуешь некую... Я даже не знаю, как это правильно объяснить, благодать, что ли, внутри. И ты понимаешь, что всё не просто так, что вот есть... Есть же смысл в этой жизни, да, и что в любом случае, что бы ни происходило сейчас, всё будет хорошо. Вот смотря канал Михаила Портнова, я... я черпаю из него уверенность в завтрашнем дне. И появляется ощущение, что всё не напрасно, что всё получится. Я научилась действительно молчать, где нужно. И я очень... гораздо более мудрой и терпимой стала за эти два года, пока смотрю канал. И надо сказать, это огромный прогресс, и я считаю, что я могу сказать действительно большое спасибо вам, Михаил, и вам, Светлана. И... это потрясающе, что есть такие люди, как вы, которые, так скажем, знаете, помогают какие-то вещи понять, какие-то вещи... Ты понимаешь внезапно, что они уже в тебе заложены, и в принципе они в тебе есть, но после просмотра какого-нибудь видео они начинают раскрываться. И это большой частью заслуга канала Silicon Valley Voice Михаила Портнова и Светланы. То есть, да, вот такая ценность есть для меня и для... Я думаю, для многих, что вокруг этого канала создалось некоторое такое сообщество очень светлых по своей натуре людей, очень цельных, которые понимают друг друга, которые могут что-то посоветовать. Не так, что... Знаете, есть люди, которые даже вот близкие, которые вот дали тебе совет, ты, не дай Бог, последовал этому совету и оказался на дне. Так вот, эти люди, собравшиеся вокруг этого канала, они настолько светлые душой, что они желают только лучшего. И это настолько ценно, когда ты начинаешь, вот в условиях, особенно нашей сейчас сложившейся ситуации, ты начинаешь видеть, что не всё ещё потеряно, что есть люди, в которых можно верить. Есть люди, в которых можно верить.